Всем привет! Большое спасибо, что зашли на мой канал и смотрите это видео. Сегодня у меня для вас очередная идея для макияжа на Хэллоуин. И сразу хочу обратить ваше внимание, что если у вас нет специальных инструментов для создания спецэффектов, то есть аквагрима, воска, жидкого латекса, то это как раз видео для вас. Здесь я использовала только косметику обычную, которая есть у каждой девушки. Единственное, что я использовала клей для ресниц, чтобы приклеить ниточки, но я думаю, что это не проблематично. Сейчас он есть и дешевый, и дорогой, и почти в каждом парфюмерном или косметическом магазине. Если вы видите клей, то он просто еще высыхает. Он вообще, в принципе, как вот здесь видно, высыхает в прозрачную консистенцию, в прозрачный цвет. Его совсем не видно, здесь он просто засыхает. На самом деле смотрится это все вот так. Я очень надеюсь, что эта идея вам понравится, что она вам приглянется. Если вы хотите узнать, как я сделала и как я создала такой образ, то смотрите дальше. Итак, у меня уже на лице нанесена тональная основа, и затем остатками тональной основы, которые есть на кисти, я замазываю губы, чтобы они смотрелись более бледными и менее живыми. Как вы видите, дополнительного продукта я не добавляю, работаю просто с тем, что на кисти осталось. Затем беру розовые тени, или это могут быть розовые румяна, и наношу их на нижнее веко, и также по контуру своих губ, и затем вытягиваю две линии от уголков губ, вы увидите дальше. Это придаст нам такой болезненный вид и немножко сумасшедший. Затем я беру более яркий розовый оттенок, на этот раз я действительно использую румяна, и прохожусь по тем же местам, куда нанесла предыдущий розовый цвет, чтобы сделать эти места более яркими. Затем черным каялом я прохожусь по нижней слизистой глаза, и также подвожу нижнее веко очень близко к ресницам, толстой, неаккуратной линией, специально это поможет нам создать наш образ. И затем с помощью тонкой кисточки и черных теней рисую вот такие вот рандомные линии, и чем более рандомными они будут, на самом деле, тем лучше и тем естественнее будет смотреться этот образ. Затем с помощью прозрачного бальзама для губ, у меня в данном случае от Невея, это может быть любой бальзам или гигиеническая помада, я прохожусь по черным теням, которые мы нанесли на подглазное пространство, чтобы сделать вот эту вот область под глазами мокрой, как будто мы плакали. Я надеюсь, мои слова вообще имеют какой-то смысл. Прохожусь я также по вот этой вот линии из черного карандаша, и затем прям пальчиком прохожусь по подглазному пространству, чтобы вот этот создать такой мокрый эффект, чтобы он был заметен. Затем я беру черный жидкий лайнер и рисую две линии, которые исходят из уголков губ, то есть создаю эффект, как будто у нас был порван рот и затем сшит. Рисую две линии, они не должны быть тонкими, они должны быть достаточно заметными и не обязательно они должны быть аккуратными, все-таки у нас был порван рот, это не значит, что линии должны быть очень миллиметрово аккуратно прорисованы. Затем я также затемняю черными тенями внутреннюю поверхность губ, затем черным жидким лайнером я проставила точки, откуда будут выходить наши ниточки, которые сшивают рот. И чтобы сделать эффект, как будто эти ниточки кровоточит, как будто через них действительно прошла игла, я взяла красный блеск, у меня в данном случае от Римля, это может быть жидкая помада или обычная помада красная, и прошлась по этим точкам сверху красным пигментом. И затем на эти точечки я наношу клей для ресниц, и я сначала наношу на все точки, чтобы затем, когда я уже буду прикреплять ниточки, этот клей высох. И теперь начинается легкая, но время затратная часть этого образа. Я беру обычную нитку, режу ее на рандомные маленькие кусочки и прикрепляю вот таким вот образом, как вы видите, на вот эти вот точечки, которые мы с вами нарисовали. Чтобы они прикреплялись еще лучше, оба кончика нитки я также опустила в клей для ресниц, и они хорошо очень держатся, на самом деле потом я их достаточно так не больно, но отрывала все-таки от лица, поэтому на этот счет не переживайте, они хорошо прикрепляются. Этот процесс занимает достаточно много времени, нужно просто набраться терпения и прикреплять эти ниточки до посинения. Этот образ придумала не я, я думаю, вы уже догадались. Такой макияж вообще существует не первый год, и ни один человек его делал, но мне хотелось сделать образ удобным. И когда я прикрепляла ниточки, я не сшивала как бы две своих губы, я провела нитки над верхней губой и под нижней губой, чтобы была возможность разговаривать на празднике или на вечеринке, куда вы пойдете. Затем, уже когда клей высох, я прошлась снова красным пигментом, красным блеском сверху, чтобы закрыть клей, потому что когда он высыхает, он бесцветный, но блестящий, и я решила перекрыть это дело красным цветом. И также немного красного блеска я решила нанести на внутреннюю поверхность губ, чтобы тоже там был красный цвет и как будто бы у нас кровь. На этом наш образ готов, я очень надеюсь, что вам понравилось. Всем хорошего Хэллоуина, если вдруг вы будете его праздновать. Подписывайтесь на мои видео, оставляйте комментарии, и всем до встречи в следующем видео, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!